В Эжевенском районе канализационные люки стали холстами для рисования. Эту идею придумал районный совет молодежи и центры семейных отношений ЛАД и Я. Нанесено уже более девяти рисунков и добровольцы признались, это только начало. Евгений Вершов поучаствовал в преображении. Чтобы рисовать на люках, активисты сначала обратились за разрешением в местный жилкомхоз. Там эту идею одобрили почти сразу. А вот администрация Эжевы и прежде высказывалась за появление точек андерграунда. Любой городской арт, который несет улыбку и позитив, который делает ярким какие-то обычные вещи, это всегда хорошо. И поэтому мы, естественно, поддерживаем эту инициативу Совета молодежи Эжевенского района. Председатель Совета молодежи Эжевы Александр Лаврентьев признается, что идея пришла спонтанно. Как будто глаза сами потребовали больше красок в повседневные будни. И останавливаться на люках здесь не собираются. Сейчас мы обкатаем люки, реакцию людей посмотрим, отзывы. Если людям понравится, то мы планируем еще попробовать раскрасить лестницы. Реакция жителей оказалась тоже положительной. Очень хорошо. Нормально. Нравится? Да, нравится. Только положительные эмоции, позитивные эмоции. Молодцы. Мало того, каждый желающий даже мог внести личный вклад в нанесение модной раскраски. Красиво и практично. Мы здесь живем рядышком, ходим по этим улицам. Будет веселье арбузик, так вообще все замечают. Можно вот там говорить, давай встретимся около арбуза. Или там, около улитки. Активисты рассказали, что желающих увековечить свои авторские изыски на люках с каждым днем становится больше. Информация стала распространяться через интернет, через репортажи. И люди стали приходить со своими эскизами. Вот сегодня первый день, когда пришли люди со стороны со своими эскизами. Несмотря на положительные отзывы жителей Эжвы, идею разукрашивать люки одобрили не все. Якобы внимание детей будет привлекаться, они на них будут прыгать, подвергать себя опасности. Другие утверждают, ходить по люкам не будут. Да и правду, наступить на такой рисунок совсем не хочется. Евгений Иршов, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Эжвенский район.